Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Тянет в прошлые отношения? Пишет аноним. Ну, смотрите, если вас тянет в прошлые отношения, как вы говорите, то тянет вас некое желание, некая потребность. Какая? Какая потребность вас тянет? Ну, скорее всего, на мой, по крайней мере, взгляд, вас тянет потребность в безопасности. Вот, вот, как мне кажется, вот. Поэтому, вот, то, что вы чувствуете себя не в безопасности, это базовая проблематика, которая связана, ну, как бы, с тем, что в чем-то, в чем-то вы видите для себя угрозу. Вот. То есть, где-то вот вы себе, получается, не доверяете, не доверяете своей реакции, вот, своим откликам, своим чувствам. Дальше. Дальше вы пишете, мне 26 лет, мужу бывшему 28, и сын 5 лет. Ну, здесь, конечно, в первую очередь бросается, наверное, в глаза, то, что вы много говорите о возрасте. То есть, вот, почему-то возраст здесь важен, как ваш возраст, да, так и возраст вашего мужа, вот. То есть, тут мне бы, конечно, хотелось бы узнать у вас, какое значение имеет, имеет возраст для вас, если, если он имеет значение, вот. То есть, тут вот было бы, наверное, очень неплохо этот момент выявить, да, было бы неплохо этот момент выяснить, и было бы неплохо разобраться, какое значение, какое значение, в принципе, вы этому придаете. Вот. Ну, если придаете, да, то есть, тут вот. То есть, очевидно, что, ну, очевидно, что есть какой-то аспект в этом смысле. Дальше. Тянет в прошлые отношения, но понимает, с одной стороны, что уже не будет так, как ранее. Ну, это правда, что не будет так, как ранее, потому что вы получили какой-то опыт. Ну, вот, опыт, в смысле, новый опыт вы получили, да, и, соответственно, ваш муж тоже получил какой-то опыт. Другой момент, другой момент заключается в том, как мне кажется, что вы не столько к мужу тянетесь, сколько тянетесь именно к определенному какому-то состоянию с ним. При этом несложно обратить. Увидеть, что это же состояние, вот это же прямо состояние, вызывает у вас какую-то негативную реакцию. Вот, и было бы неплохо, опять же, посмотреть, что это за состояние. То есть, это некое такое вот, ну, некое такое статус-кубо, да, некая такая, можно сказать, позиция, вот, которая одновременно вам нравится, то есть, которая, ну, с одной стороны, вызывает у вас, значит, позитивные, чувства, то есть, вам нравится, с одной стороны, вот. Но, с другой стороны, с другой, эта же история вызывает у вас негатив. Вот. То есть, такая вот амбивалентность, 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 амбивалентность данной ситуации. Дальше, ну, тянет, пишите вы, ну, тянет, это, опять же, про потребность какую-то, да, про желание. Тут надо смотреть, вот, именно, что конкретно вас, повторюсь, тянет. Вот, вот, вот вы, э, э, дальше пишете, что, э, бывшего мужа вы уже знаете, вы уже знаете, вот, то есть, ну, вы его, именно, знаете. И, соответственно, вас это привлекает, что вы его знаете, с ним спокойно, знаете чего от него ожидать. То есть, грубо говоря, нет какой-то угрозы. Ну, это вот довольно интересно, это довольно интересно, как так получается, как так выходит, что вы боитесь чего-то от человека другого ожидать. То есть, это вот привычка. Вы вообще довольно много, кстати, говорите про привычку. То есть, привычка это вот когда человек не особо как-то думает, да, не особо осознает, что с ним происходит, а просто вот как бы, ну, своего рода, получается, плывёт по течению, своего рода, да, своего рода такое, ну, следование по течению. Вот. Дальше. Вот как-то спокойнее точно бывшего мужа знал, пишите вы, что от него нет угрозы, вы угрозы от него не чувствуете. Вот. И, соответственно, нужно посмотреть, в чём эта угроза, опять же, состоит. что такое страшное может случиться? Что такого страшного может случиться? Чего вы такого опасаетесь? Собственно говоря. Вот. Пока что, опять же, пока что повторюсь, не ясно, чего вы опасаетесь, вот, ну, кроме, только, кроме, кроме только того, что вот какого-то, ну, какого-то спокойствия хотите, вот. Ну, так это, значит, спокойствие, оно, ну, с одной стороны, хотят его все люди, спокойствие, вот, это с одной стороны, с другой стороны, ну, вопрос заключается в том, как мы его, ну, как мы его достигаем. Это вот спокойствие. Вот. Это, тоже, как мне кажется, довольно важный момент. Потому что, можно, ну, разными, можно разными путями, разными способами достичь, достичь спокойствия, вот. И, вот, тот способ, которым достигаете спокойствия вы, да, он вот, ну, сдержит вас, получается. Тормозит вас, получается. Ну, это вот, на мой взгляд, не есть. Хорошо. Понимаю тоже, что опять будем ругаться, пишите вы, так как он мало уделять будет время, и все опять на мне, все бытовые проблемы, а у него работа на первом месте. Хотя я так же работаю, пишите вы. Ага. Ну, значит, смотрите, про что здесь вы пишете? Ну, фактически. А, фактически, вы здесь пишите про то, что, во-первых, вы сравниваете, сравниваете, вы сравниваете себя все. Вот. То есть вы говорите, ну, вот, я работаю. Ага. Значит, я могу как-то сочетать работу и, ну, какие-то бытовые проблемы, да, и, соответственно, и ты можешь. Вот. То есть это первая, вот, первая такая ваша, наверное, деструктивная история, что вы судите по себе, ну, о человеке. Вот. То есть вы говорите, я могу, и ты сможешь. Это такая вот, ну, по сути, это такая вот родительская позиция, вот, в какой-то степени, которая, как бы, ну, сделает вас, вообще, ну, я бы сказал, неравны своему мужу. Вот. Второе. То, на что стоит обратить внимание, это момент того, что вы говорите, будем ругаться. Вот. Ну, понимаете, штука, наверное, штука, наверное, здесь в том, что в ссору делают вклад два человека. И вы в том числе. Вы в том числе. Вот. То есть вы делаете вклад в ссору такой же, как он. В том числе. Поэтому, говоря о том, что, вот, мы будем ругаться, да, на мой взгляд, желательно увидеть, какой вы вклад в вносите в конфликт. Именно вы. Именно вы как ругаетесь. Вот вы конкретно. Потому что без этого, опять же, ну, не получается вот этого вот разграничения ответственности, когда я понимаю, что делаю я для конфликта. Вот. И, ну, вероятно, как-то вот не понимаю, что делаешь ты для, ну, для конфликта. Вот. Поэтому, когда вы говорите, что опять будем ругаться, для меня это звучит вот, ну, знаете, как, ну, такое максимальное отхождение от своей собственной ответственности за то, что происходит. Вот. А следующий, следующий момент. А, значит, следующий момент касается того, что вы говорите, что он опять будет, значит, ну, не будет уделять время. И вам это, ну, как бы неприятно. А я думаю, что какое-то время вы так жили, и, вероятно, вас все, ну, вас все устраивало, скорее всего. А, либо вы надеялись, что человек, человек изменится. Вот. То есть почему-то вот вы надеялись, что человек поменяется, почему-то вы надеялись, что человек будет уйти себя по-другому. Вот. И, вероятно, не, ну, не принимали его, вот, таким, как он есть в этом, ну, в этом, в этом концепте. Вот. Тут, опять же, очень важно увидеть, что для вас, вот, именно, ну, что именно лично для вас в этом есть. То, что вы человека не принимали таким, как он есть. Вот. То есть это ваши, ну, ваши собственные некие такие вот, ну, проявления, мотивы, да. Вот. Или это, значит, какая-то ситуация, какая-то ситуация, извне. Вот. Вот. Это тоже очень важно увидеть. Тоже очень важно заметить в данном случае. Дальше. Так. Все бытовые проблемы на мне. Я тоже работаю. Я не знаю, почему я цепляюсь с него, когда понимаю, что я, что я сейчас живу так, как я, так, как и с ним. Вот. Ну, тут нужно разбираться, что и, за что именно вы цепляетесь. Вот. Не знаю, как забыть прошлое, тем более, когда связывается, ну, прошлое забывать и не надо. Вы просто. Прошлое забыть не сможете, а вот отношение изменить к нему, к прошлому, я имею в виду. А более чем реально, если вы этого хотите. То есть именно изменить отношение к прошлому, увидеть в какой-то степени вот свою заинтересованность. Вот. то есть как я заинтересована в этом, как я в это вовлечена. Вот. И что, соответственно, ну, что, эээ, такого вот во мне, да, а, значит, эээ, что во мне цепляет это самое прошлое. То есть какой, ну, какой конфликт у меня, эээ, с чем я, эээ, с чем я сталкивался, ээээ, ну, в контексте, вот. Этого прошлое. Вот. Но прошлое забывать, эээ, забыть нельзя. Вот. Не, 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 невозможно, невозможно этого сделать. И не нужно этого делать. Не нужно. Не нужно. Эээ, забывать прошлое. Вот. Но нужно, ээээ, проживать, во-первых, какие-то моменты с ним связаны. Вот. Во-вторых, ээээ, менять, я бы сказал, свое отношение к нему. К прошлому. Опять. А забыть, это как? Это как? Это вычеркнуть, значит, опыт, который вы получили. Вот. Вычеркнуть какие-то изменения свои, которые вот у вас, ну, плюс-минус, да, имели или имеют место быть. То есть, ну, это вот, на мой взгляд, по отношению к вам является, ну, совсем такой какой-то некорректной историей. Вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вы этого, ээээ, ну, как-то, не то чтобы не заслушиваете, да, но вы, на мой взгляд, ээээ, заслушиваете, ну, большего, чем, 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 вот, ээээ, такое отношение, значит, к себе и к своему опыту, который у вас есть. Вот. Дальше. Так. В то же время его собственного желания нет сходиться, я предложил его ответ и слышал, надо подумать, он все это время живет один, ему уже хорошо, комфортно. Ну, здесь, как будто бы вы на него перекладываете ответственно, говоря там, то, ну, вот, если бы, если бы у него желание было, да, то, вот, мы бы, мы бы сошли, ээээ, сошлись, по сути. Ну, вы, ну, вы здесь, вот, ээээ, вы здесь так говорите. То есть, эта история, опять же, про, что, про перекладывание ответственности, вот. И, ну, возможно, есть еще какие-то обиды у вас тут, ну, возможно, возможно, я не знаю, наверняка, да, но вот, возможно, какие-то, какие-то обиды. Эээ, процесс, вот. Вот. Ну, это нужно. Эээ, смотреть. И еще. Вот. То есть, понимаете, какая штука, да, если бы он, вот, согласился, да, если бы он согласился, ну, согласился бы, ээээ, с вами садись, вот, то вы бы, вы бы сошлись с ним, вот. То есть, это, ээээ, как раз вот, ну, такой момент. То есть, вы уже предлагали. И получили отказ, а, возможно, вас это так же задел, ну, в какую-то, ну, в какой-то степени. Дальше. Эээ, он все так, ребенка любит, времени, правда, мало уделяет, но это опять причина работы, но честно, это, это так. То есть, вы как-то, ээээ, не можете, получается, определиться с, эээ, тем, как вы относитесь к тому, что человек, ну, а, эээ... работа ставит на первое место. Вы не можете как-то определиться со своим отношением к этому. На мой взгляд, это опять же про недоверие себе. То есть, если вы определяетесь с тем, как вы относитесь к тому, что у мужчины работа на первом месте, если вы с этим как-то можете как-то определиться, вот, что вполне возможно, что вам было бы легче. А так получается, что, конечно, вам сложно и тяжело, потому что, вы вроде бы и согласны, да, с тем, что у него действительно много работы. Вроде бы вы согласны с этим. у меня, что, это, что, это, 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 Тяжело то, что всё на вас. Ну, это в принципе нормальный. Абсолютно нормальный. Абсолютно нормальный. 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 Вот. Но тем не менее, всё-таки именно про то, что вам очень сложно выработать своё отношение к тому, что происходит. Ну, к тому, как человек действует. К сожалению. Дальше. Значит… Так, мне приходится общаться с его родителями. Пишетовым. И с ним дальше. Тут тоже довольно интересный момент. Вы говорите «приходят». То есть вы не хотите, но вам приходят. Вы себя заставлять. А я бы сказал, я бы сказал, что от вашего сообщения, значит, ну, вид, вот такой, ну, подавленный стил. Довольно, значит, ну, довольно сильный, подавленный стилей. И, на мой взгляд, это как раз-таки связано с тем, что вы себя заставляете. На мой взгляд, 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 это связано с этим, что многие вещи, которые вы делаете, но опять же тут не ясно. Насколько многие, насколько многие, но какие-то вещи, которые вы делаете, вы себя заставляете это делать. Вот. Ну, собственно, я бы сказал, что возможно, имеет смысл рассмотреть для себя возможность перестать это дело. Перестать. Вот. Перестать себя заставлять, если вы не хотите. Или посмотреть на мотивацию это дело. То есть какой у меня мотив себя заставлять. Для чего я себя заставляю. Зачем я себя заставляю. Вот. Чтобы что я заставляю. Вот. Чего я заставляю, да, там. На что я заставляю. На что я рассчитываю. И так далее. То есть это вот тоже такой очень важный момент, как мне видится, для более полного и более лучшего понимания себя. Вот. Ну, и хочу сказать, что это рождает именно вот некое такое подавлено. Вот. Дальше. Порой, порой я жалею мужа, когда он просто помочь помогал. Так же и он мне. Ну, смотрите. Какой здесь момент. Чуть, пожалуйста. Чуть, пожалуйста. К мужу. Это некое такое обесценивание его. Это некое такое возвышение над ним. Вот. И в общем и целом это не очень хорошо. Как мне думается. Вот. Это совсем не хорошо. Как мне думается. Так же можно и нужно поиследовать. Вот. Именно поиследовать. Именно выбрать, что вообще за этим стоит. Вот. Вот. Возможно, это ваша жалость к себе. Так. Проявляется любовь к себе. Вот. Ну, именно любовь. Именно любовь. Любовь. Ну, это нужно. Это нужно. Как-то. Как-то проверить. В данном случае. Вот. Потому что пока совершенно не очевидно. Что именно это вы чувствуете. Вот. Понимаете, да? Так. Значит. Дальше. Два года не могу ни новые отношения построить, ни старые. Что ж. Я вас понимаю. Я понимаю, что вы не можете построить... Ну, новые отношения не можете построить. Старые. Старые. Старые тоже. Нет. Почему? Почему? Потому что, скорее всего, вами ваш муж и другой мужчина не воспринимаются как личности. Вот. Мне вот интересно, как вы к себе относитесь? То есть, кого вы... Ну, кого вы в себе видите? Вот. Кто вы в первую очередь? То есть, женщина, мать? Сопрудник? Или что-то еще? Ну, что-то еще? Может быть. Вот. Ну, было бы очень здорово. Если бы вот на эти вопросы тоже вы бы постарались ответить. Вот. То есть, вы как бы, ну, не выделяете человека. Не выделяете личностное в человека. Вот. Мне очень интересно, как вы воспринимаете своего мужа и мужчину. Другого. То есть, кого вы видите в первую очередь? Ну, ну, вот. В первую очередь в них. Когда про них доходит речь. Да. Тоже, тоже было бы очень интересно. После развода, через какое-то время познакомился МЧС со мной. Ну, здесь я бы, пожалуй, сказал, что развод это всегда травма. И, соответственно, вам с травмой нужно поработать. Вам нужно ее прожить, эту травму. Вот. Потому что она на вас влияет. Ну, так или иначе. Так или иначе на вас влияет. Вам нужно ее снять, нивелировать. Последствия травмы. Прямо развода. В первую очередь. Вот. Далее. Вы пишете, что с вами познакомился молодой человек. Вот. То есть, не выясним, а он с вами. Ну, тут тоже такая довольно интересная история. Вот насколько для вас это корректно, что молодой человек с вами познакомился. Вот. Вот. И как бы вы сами хотели, хотели. Вот. То есть, ну, для вас это естественно или нет, что молодой человек вот познакомился с вами, а не выясним. Так что это вот было бы довольно интересно. Опять же, опять же, хочется спросить, что между вами общего между вами и молодым человеком? Вот. Что общего между вами? То есть, ну, что вас объединяет? Вот. И так далее. Это вот тоже было бы очень, очень, очень здорово преследовать. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. Конечно. Дальше. Дальше. Значит, он развитён тоже есть в цене пяти лет. Предложил встречаться. Отношения серьёзно ко мне относятся. Даже непривычно, что мужчина в этом делу обычно с собой на мне пишете вы. Ну, смотрите. Ну, смотрите. Здесь вы демонстрируете то, что вы воспринимаете мужчину в первую очередь как муж, как мужчину. То есть, вы взаимодействуете по гендерным моментам в первую очередь. Вот. Значит, ну, я бы сказал, что вот такой, на мой взгляд, быстрый переход к серьёзности уже настораживает. То есть, ну, вам предложили серьёзные отношения, да, вам предложили вот, значит, встречаться. Вот. То есть, если встречаться нормально, то вот отношения и то, что вы обращаете внимание на серьёзность к вам отношений, опять же, говорит о том, что... Такое ощущение, что хотите вы на человека изо всех своих сил, значит, плачет, вот. Прям очень вам хочется, хочется на него плачет. Вот. Потому что, ну, на первом месте у вас здесь идёт именно такое впечатление, что, ну, серьёзность человека. А не то, как он, как, 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 как вам с ним влезть. Вот. Ну, и хочется сказать, что на данный момент он вам даёт, получается, то, что вы хотели бы. А именно он вам даёт, ну, вот это вот серьёзное отношение к вам. Чем вообще вас это покупает, но это, на мой взгляд, ну, точно такие же костыли, вот, в которых вы были и раньше. То есть вам и ваш муж, очевидно, что что-то давал, только не давал. И, очевидно, что этот мужчина тоже вам что-то даёт, ну, точно так же он, скорее всего, обречён вам не давать, скорее всего. Ну, вот, поэтому, ну, вот, то, что вы, как бы, ну, вот так воспринимаете. То, что к вам серьёзно относится, вот, значит, говорит, говорит о том, что вам это нужно, вот, вам этого хочется. Вот, но, что с этим делать, да? Как это реаливает твоих потребностей? Вы не знаете, ну, до какого-то, значит, сейчас, по крайней мере. Вот, дальше. Значит, вот вы пишите, помогает, хорошо к моему сыну относится, даже его сын с моим дружит, и все время он меня ждет, так как я не даю ответа, потому что не могу забыть это прошлое. Ну, совершенно очевидно, что здесь речь идет не про человека, а здесь речь идет исключительно про ваши потребности. Вот. То есть ни в коем случае здесь речь не идет про, ну, там, любовь и так далее. Вот. И чуть позже вы раскрываете суть этого, говорите, что пугают новые, а чем вас пугают новые. А также в моей голове кажется мысль, что у ребенка будет не родной отец. Почему родной отец будет общаться с ребенком так же? К мужу любви нет, да и в принципе нет никому любви, кроме сына. Ну, вот видите, значит, здесь вы, получается, что вы воспринимаете себя как мат, только. Вот. То есть вы воспринимаете себя вот с такой вот, получается, позиции. С позиции матера только. Вот. То есть как бы, ну, допустим, сводя свою ценность, сводя свою ценность только к тому, что вы мат. Вот. И только к тому, что вы женщина. Ну, вот, судя по тому, что вы описываете. Ну, я бы сказал, я бы сказал, что это можно назвать вот в какой-то степени проблемы. Вот. Потому что вы себя очень сильно обесцениваете. Ну, в данном вот ключе, в данном контексте. И не любите себя. Остальное все это привычки и комфорт. Да, ну, тут вот тоже нужно смотреть. Замечаю, что привыкла быть одна, так удобнее. Так же мысль о том, что подумают его родственники, он, когда узнает, что я не одна, и вот это качество у меня в голове. Страх оценки, осуждения, это можно поработать, поработав с уверенностью себя. Какой у вас вопрос, наверное, по итогу? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Литди. Литди.